Добрый вечер! Меня зовут Глеб и я сегодня хочу рассказать вам о байсовской статистике. Так принято, что когда рассказывают о статистике, начинают с подбрасывания монетки. Вот эти ребята тоже начинали с подбрасывания монетки. Вот у меня есть монетка, у нее есть черная сторона, у нее есть серебристая сторона. Я ее сейчас подброшу и какова вероятность, что она выпадет черной стороной вверх? Это вопрос, на который вам нужно найти ответ. Оп! Ответ! Точно, одна, вторая или 50%? Это был простой вопрос. Теперь более сложный вопрос. Что это значит? Что значит одна, вторая, что значит 50%? Из бесконечно количественных бросков половина упадет. Оба варианта равновероятны. То, что вы предлагали про равновероятны, подходит только для вероятности 50%, а у нас еще бывает вероятность 48,5%. А вот то, что тут предложили в первом ряду, действительно это подходит. То есть в среднем из большого количества бросков выпадает 50% орлом. И это именно то, что мы подразумеваем под вероятностью при так называемой частотной интерпретации вероятности. Этот подход заключается в том, что мы считаем вероятность некоторым атрибутом объективной действительности. Хорошо, давайте пройдем немного дальше. Мы смотрим прогноз погоды и видим, что вероятность дождя 2%. Что это значит? Вероятность дождя в конкретный день. Ну, подумайте, это несложно. Этот день ровно один. В этот день он уже, кстати, в прошлом либо был дождь, либо не было. Что значит 2%? Окей, сторонники частотной интерпретации вероятности скажут вам, что на самом деле это не один такой день. На самом деле у нас есть модель погодная, которая для всех таких дней, в которых вот такие условия погодные, как эти, в среднем 2% из них будут дождливыми. Это очень важное свойство частотной интерпретации вероятности, что понятие вероятности относится не к конкретному событию, а к целому ряду подобных событий. Хорошо, давайте вооружимся этим знанием и оценим следующее утверждение. Вероятность ядерной войны в 21 веке составляет 99%. Что это значит? У нас совершенно определенно только один 21 век, у нас не будет никакого другого, чтобы его сравнить и посчитать какую-то вероятность. Ну, сторонники частотной интерпретации вероятности на этом месте говорят, извините, понятие вероятности в принципе неприменимо к единичным и уникальным событиям. Вот так. Ну, если вы, например, занимаетесь ставками, то на этом месте вы должны понять, что вам такая интерпретация вероятности не подходит, потому что все ставки делаются на единичные и уникальные события. Будет ли Трамп президентом в конце этого года? Либо будет, либо не будет. У нас есть ровно один шанс проверить. Частотная интерпретация вероятности не поможет нам найти ответ на этот вопрос. Как бы почем ставки принимать, мы хотим знать. Есть еще одна проблема с частотной интерпретацией вероятности. Вот, допустим, у нас есть такая монетка, которая выпадает орлом с вероятностью 50%. И честная пари было бы такое. Я подбрасываю монетку, если она выпадает орлом, я оплачу тебе двойную твою ставку. Предположим, что человек на улице, который выглядит примерно вот так, говорит вам, что я подброшу монетку, и если она выпадет орлом, я верну тебе тройную твою ставку. Не двойную, а тройную. Это выглядит хорошим пари, это выглядит выгодным. Вы станете с ним играть? Почему вы не станете с ним играть? Я думаю, вы не станете с ним играть, потому что вы подумаете что-то вроде такого. Человек, который на улице занимается тем, что играет в орлянку, видимо, зарабатывает этим на жизнь. Если бы у него были честные монетки, он бы не смог заработать себе на жизнь. Значит, наверное, его монетка нечестная. Нельзя играть на улице в орлянку, вне зависимости от ставок. При частотной интерпретации вероятности мы такое знание никак не можем инкорпорировать в наше финальное решение, и это тоже проблема. В общем, под влиянием всех этих проблем на сцену выходит альтернативная Байесовская интерпретация вероятности. Что нам говорит Байесовская интерпретация вероятности? Она нам говорит, что вероятность – это не атрибут объективной действительности. Это атрибут нашего субъективного и несовершенного знания об этой действительности. Когда я говорю, что вероятность того, что монетка выпадет орлом 50%, это не факт о монетке, это факт обо мне. Например, я могу подбросить эту монетку и показать вам, какой стороной она выпала. Для меня вероятность, что она выпала черной стороной 50%. Для вас либо 0, либо 100, в зависимости от того, что вы сейчас видите. 0. Такой подход позволяет нам учитывать любую информацию, которую мы хотим инкорпорировать, позволяет нам говорить о вероятности единичных и уникальных событий, но это дается нам дорогой ценой. Мы говорим, что вероятность объективна, для разных наблюдателей вероятность разная, и вообще-то мы признаем неполноту и несовершенство своего знания. Люди боятся случайности, не любят признавать неполноту своего знания. Вот, например, нацисты бомбили Лондон. И бомбы, знаете, не очень точные тогда были. И вот красным отмечены кварталы, на которые бомбы падали, а таким фоновым цветом, на которые не падали. Это случайная карта. Но жители Лондона не думали, что она случайная. Они думали, что вот где-то тут, в неотбомбленных кварталах, живут немецкие шпионы. И если бы вы жили в этих кварталах, вы бы сталкивались с подозрением и даже с такой себе охотой на ведьм во время Второй мировой войны. Но предположим, что мы готовы перебороть свою человеческую слабость, готовы признать несовершенство своего знания и посмотреть, что же нам может предложить байосовская интерпретация вероятности. Я вам обещал, что в этой лекции не будет ни одной формулы. Я сказал правду. Формул не будет. Но будет два сложных слова. Это слова априорный и апостериорный. Больше не будет, обещаю. Априорный – это тот, который предшествует опыту. Мы иногда говорим, что я предполагаю, что это априори. Априори еще до того, как я что-то узнал, предшествующий опыту. Апостериорный – следующий за опытом. Априорный, апостериорный. Два сложных слова. Больше не будет. В общем, предположим, что у нас есть такое положение вещей. Нам встретился уличный маг, и он сейчас будет ставить перед нами эксперименты с бросанием монетки. Еще до того, как мы что-то увидели и узнали о результатах экспериментов, у нас есть наше априорное мнение о том, какова монетка этого мага. Допустим, что наша априорная оценка вероятности такая. Мы считаем, что вероятность того, что монетка мага честная, 20%. Вероятность того, что она выбрасывает три четверти орлов, 40%. Вероятность, что она выбрасывает три четверти решек, 40%. Это наша субъективная вероятность. Она еще ни на чем не основана, она априорная. Хорошо, мы провели опыт, то есть маг подбрасывал свои монетки, и монетки два раза выпали орлом. Что это значит? Это значит, что мы можем оценить правдоподобие каждой из наших гипотез. Гипотеза, что монетка выбрасывает три четверти орлов, выглядит весьма правдоподобной. Мы увидели два орла из двух, и в среднем монетка, которая выбрасывает три четверти орлов, выбросит двух орлов подряд в 56% случаев. Честная монетка, которая выбрасывает 50 на 50, сделает так в 25% случаев, и монетка, которая предпочитает решки, сделает это только в 6% случаев. Обратите внимание, что правдоподобие — это невероятность. Они ненормализованы, и их сумма не равна единице. Существует еще очень много гипотез, о которых мы просто не подумали. Например, может быть, монетка всегда выпадает орлом по четвергам и решкой во все остальные дни. Есть бесконечное количество альтернативных гипотез, и каждый из них имеет свое правдоподобие, и эти правдоподобия никак не связаны. Хорошо, у нас есть наша априорная вероятность и правдоподобие. Что мы с ними делаем? Мы их перемножаем и нормализуем так, чтобы сумма была равна единице. Мы получаем в результате апостериорную вероятность. В данном случае наша апостериорная вероятность того, что монетка предпочитает орлы 75%, что она честная 17%, что она предпочитает решки 8%. В общем-то, это логично. Мы предполагали, что наш маг-жулик, мы только не знали, он жульничает в пользу орлов или в пользу решек. Он выбросил два орла подряд, маловероятно, что он жульничает в пользу решек. Хорошо, кажется разумным. Но вот если бы рядом с нами стоял другой наблюдатель, более доверчивый, у которого априорное распределение вероятности было вот таким, который был почти уверен, что монетка честная, он бы, в общем-то, и остался уверен, что монетка почти наверняка честная, потому что он увидел достаточно слабое свидетельство. Он увидел всего два броска монетки, которые выбросили орлы. В то же время, если орел бы выпал 10 раз подряд, то наш первый наблюдатель предвзятый имел бы вот такое апостериорное распределение, а непредвзятый вот такое. То есть, в общем-то, чем больше мы накапливаем наблюдений и результатов экспериментов, тем менее важно, с каким априорным распределением вероятности мы приступили к эксперименту. С одним важным исключением. Если мы считаем, что априорная вероятность какой-то гипотезы ноль, ровно ноль, точно ноль, она совершенно наверняка невозможна, то на что бы мы потом ноль не домножали, мы будем получать в сумме ноль. Поэтому хороший байесовский статистик, он следует такому научному креду, что он всегда готов пересмотреть свои взгляды под влиянием новых наблюдений. И никакие теории не являются априори совершенно невозможными. Я вас поздравляю, вы только что прослушали описание так называемого байесовского вычисления. Это действительно вот так просто. У нас есть априорные вероятности, у нас есть результаты наблюдений, которые дают нам правдоподобие, мы их совмещаем и получаем априорной вероятностью. Я тут стою и об этом говорю, так будто это совершенно нормально. Я говорю о том, что ну вот такая субъективная оценка, а у нас это точно популярный лекторий и субъективность в науке. Возможно, вы чувствуете что-то вроде этого. Действительно, в некоторых отраслях науки, вообще-то в большинстве, байесовский подход не пользуется популярностью. Например, в биомедицинских исследованиях есть сугубо частотная процедура, которая не пользуется априорными вероятностями для того, чтобы определить, например, наше тестируемое лекарство работает или не работает. Я хочу выдвинуть аргумент о том, что все равно мы не можем быть объективными. Предположим, что вы хотите вылечить рак. И вот эта вот частотная процедура по результатам анализа некоторого массива данных говорит вам о том, что некая манипуляция, скорее всего, вылечит ваш тип рака. Эта манипуляция называется химиотерапия. Химиотерапия. Станете ли вы принимать эту химиотерапию? Я думаю, что станете, потому что это так работает. Мы принимаем лекарства, которые прошли клинические испытания. Теперь предположим, что другая манипуляция, согласно тому же статистическому исследованию, тем же методом, тоже может вылечить этот рак. Это манипуляция лежания в Стоунхедже. Стоунхедж — это древнее мегалитическое сооружение, которое фокусирует энергию Земли, нормализует биотоки вашего тела и таким образом излечивает от любых болезней, в том числе от рака. Стали ли бы вы применять эту процедуру? Я думаю, что если вы пришли на научно-популярный лекторий, то при прочих равных вы предпочтете химиотерапию. Хотя с точки зрения данных, с точки зрения статистики, между ними нет никакой разницы. Почему? Потому что у вас на самом деле есть априорное мнение, потому что Стоунхедж — это ерунда, а таблетки иногда работают. Когда мы принимаем решение, в этом неизбежно есть взнос нашего субъективного представления о мире. А поскольку все наши исследования так или иначе ведут к принятию решений, то все наши исследования могут включать наши субъективные мнения, потому что в конечном итоге эти мнения все равно попадут в наши действия. Что может предложить науке переход от существующего частотного подхода к байосовскому подходу? В современном частотном подходе есть такая проблема, как пихакинг. Это немного сложно, я не могу вам рассказать, в чем суть, но я вам могу рассказать, к каким проблемам это приводит. Это приводит к так называемому кризису воспроизводимости. Если бы все исследования с помощью частотного подхода проводились честно, то попытка повторить исследование проваливалась бы в среднем в 5% случаев, потому что это традиционная граница принятия в частотном подходе. Что вот если у нас так называемый p-value 0,05, 0,95, ну не важно. В общем, должно проваливаться только 5% попыток воспроизвести исследование. На самом деле масштабные исследования, которые пытаются подтвердить много-много-много разных экспериментов, обнаруживают, что не удается подтвердить от 40 до 70% результатов по разным оценкам. Это, согласитесь, чудовищно, что примерно половина исследований, которые опубликованы в журналах, не воспроизводятся. Кому нужны такие исследования? Пихакинг отчасти возникает из-за того, что процедурой этой сложной частотной можно манипулировать, отчасти от того, что эта процедура настолько сложна, что ей можно манипулировать, даже не осознавая этого. Кроме того, Байесовский подход делает очень простым метаанализ, то есть анализ большого количества, когда мы берем много разных исследований, собираем их вместе и пытаемся сделать какой-то вывод на основе этого метаисследования. При Байесовском подходе мы буквально должны просто взять и перемножить апостерерные вероятности, которые получили в результате каждого из конкретных экспериментов. При частотном подходе метаанализ почти невозможен, потому что полученные значения друг с другом никак не соотносятся. Частотный подход и вот эта произвольная граница, что нам нужна достоверность исследования 0,05 или лучше, приводит к так называемой выборочности публикаций. Что если мы, допустим, 10 сидящих здесь человек придумали какую-то теорию, одну и ту же, и решили ее проверить, и провели эксперимент. И у 9 из них эксперимент провалился, а у одного он выдал результаты в соответствии с теорией. При современной практике публикаций это означает, что только один, вот этот последний, опубликуется, опубликует свои статистически значимые результаты, а результаты о том, что другие попытки провалились, мы не получим. Таким образом, мы имеем только публикации об удавшихся экспериментах, и таким образом мы неизбежно завышаем вероятность того, что что-то работает. На самом деле, она гораздо ниже. Кроме того, чтобы получить вот это вот значение статистической значимости для слабого эффекта, нам нужно провести большое исследование. То есть, допустим, если люди, которые едят гамбургеры, в среднем на 1% более склонны иметь ожирение, чем люди, которые не едят, то для того, чтобы получить эти результаты статистически значимо, мы должны опросить огромное количество людей. И таким образом, богатые университеты, богатые лаборатории, которые могут позволить себе большие исследования, получают преимущество, и мы не можем идти к истине маленькими шагами и силами меньших институций. Хорошо, это было про науку. Что байосовский подход может предложить, так сказать, пресечному громадяныну? Байосовский подход помогает мирить сильные противоположные свидетельства. Вот классическая задача, она звучит так. В среднем примерно 1% женщин в определенной возрастной группе имеют рак груди. У нас есть анализ на рак груди, мамограмму. Если у пациента есть рак груди, то анализ выдает положительный результат в 80% случаев. Если у пациента нет рака груди, то анализ выдает ложный положительный результат в 10% случаев. У данного конкретного пациента результаты анализа положительны. Какова вероятность того, что у нее действительно рак, а не ложноположительный результат? Подумайте, пожалуйста, минуту над этим вопросом. Поднимите, пожалуйста, руку, кто подумал, что больше 50%. То ли вы очень хорошо прониклись в мои лекции, то ли вы очень скромны. На самом деле, смотрите, у нас есть одно свидетельство, базовый уровень. Базовый уровень у нас 99 к 1. 99 здоровых на одного больного. У нас есть исследование. Исследование имеет достоверность 1 к 8, 80 к 10, в 8 раз больше. Мы просто берем и буквально перемножаем эти числа и обнаруживаем, что наша вероятность 8 к 99 или 8 из 107, или примерно 7%. 95% практикующих онкологов в ответ на этот вопрос дали ответ 75% или выше в этом исследовании. Потому что наш мозг не приспособлен к тому, чтобы мирить сильные противоположные свидетельства. А вот необходимость возникает. Хорошо. Где мы находимся сейчас? Почти все экспериментальные науки используют частотный подход. Это касается и физики, кроме систем безопасности атомных реакторов. Это касается биологии, медицины, психологии. Посюда используется частотный подход. Байесовский подход используется только в разработке искусственного интеллекта, трейдинге и системах безопасности атомных реакторов. Частотные принципы лежат в основе критериев приема статей на конференции в журналы. То есть, если вы хотите, чтобы вашу статью опубликовали, там должна быть пивелью. Университетские курсы статистики для математиков, для экономистов, психологов, кого угодно, почти всегда описывают только частотные принципы. Таким образом, система имеет огромную инерцию в направлении частотного подхода и не похоже, что в ближайшее время это изменится. Я думаю, что хорошо бы, чтобы это изменилось. И чтобы это изменилось, молодые ученые и фанаты науки должны хотя бы знать, что есть альтернатива, которая решит эти проблемы. Лупайтесь из колу. Спасибо за внимание. Если у кого-то есть вопросы, я с удовольствием отвечу. Как поступить, если будут предлагать на улице бросать честную монету и отвечать тройным кушом? И что? Ну, отвечать в три раза больше. Ну, вы же такой пример привели и не до конца раскрыли вопрос. Наверное, я не очень удачно выразился, но у меня есть априорное представление о том, что монетка почти наверняка жульническая. И в частотный подход я свое априорное представление никак не могу встроить и использовать его. Мне остается только признать, что, ну, наверное, она честная, и тогда это хорошая сделка. А при байсовском подходе я могу сказать, что, ага, вот моя априорная вероятность, 99% что меня пытаются обмануть. Да, на самом деле я считаю, что байсовский подход гораздо более интуитивный. Когда-то я читал лекцию о том, как считать вот эту пивелью, о которой я рассказывал, и там буквально лекция заняла 25 минут, я был с кучей графиков и просто рассказывал, как ее считать. Байсовский подход намного проще и интуитивнее. Немного странно, что предпочитают использовать более сложный. Вот у меня вопрос. А ты в каких-то жизненных ситуациях применял этот подход? У тебя был пример про маммограмму, да? Вот у тебя были какие-то, не знаю, со здоровьем случаи, или ты там, не знаю, собирался вложить куда-то деньги, и ты вот что-то считал? Да. Вообще, байсовский подход для принятия повседневных решений – это вот просто хлеб с маслом. Допустим, что меня интересует какой-то вопрос, например, согласится ли моя девушка выйти за меня замуж, например. Я могу подумать об этом с байсовской точки зрения. Например, обычно девушки соглашаются, то есть моя базовая вероятность 80%. Мы последний месяц не ссорились. Это дает мне правдоподобие дополнительное, скажем, 3 к 1. Но я очень бедный. Это дает мне правдоподобие 1 к 2. Потом просто все эти факторы взять и перемножить. Конечно, можно спросить, но вообще идея этого примера в том, что мне не хочется предложить и быть отвергнутым. Мне хочется предложить только в том случае, если я уверен, что все пройдет успешно. Если считать, что предложение бесплатно, то, конечно, стоит просто ходить и предлагать. А можно подробнее про безопасность ядерных реакторов? Я правильно услышала, что байсовская статистика там используется? Или нормальная? Да, частотный подход имеет одно неприятное свойство, но, конечно, приятное, если речь идет об атомных реакторах. Для того, чтобы оценивать вероятности того, что что-то произойдет или не произойдет, нам нужна выборка того, что произошло и того, что не произошло. Есть элементы системы безопасности ядерных реакторов, которые буквально никогда не выходили из строя. И мы не знаем, какова вероятность того, что они выйдут. Совсем 0% или 1 тысячная, или 1 миллионная. И поэтому для оценки вероятности такого события можно использовать только байсовский подход. На самом деле не всей системы безопасности, а есть там определенные, скажем, сенсоры и протоколы, которые никогда не срабатывали. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.